С уверенностью можно сказать, что в мире найдется не так много неприхотливых травянистых многолетников, которые бы обладали таким разнообразием расцветок, формы цветка, фактуры лепестка, имели крепкий цветонос, да еще красивые декоративные весь сезон листья. Кроме того, это растение очень хорошо вписывается в ландшафт, обладает хорошим здоровьем. И все это я говорю о лилейниках. Лилейник растение и по названию, и по форме цветка цветком похоже на лилии. Но, пожалуй, на этом и заканчивается то общее, что объединяет эти растения. Если у лилии луковица прямостоящий цветонос один, то у лилейника корневища, ремневидные листья с прикорневой розеткой, красивые дуговидные изогнутые, и высокий крепкий цветонос, на котором располагается множество цветков. Научное название лилейников, данное ему Карлом Лейнеем, гемеракалис, переводится как «цветок одного дня». Созвучно ему и народное название «красоднев». То есть это говорит о краткости цветения растения. Но речь идет о непродолжительности цветения отдельного цветка. Цветок в распуске от нескольких часов до 16 часов. Но за счет того, что на цветоносе может быть несколько бутонов, как вы видите, до 20 цветения растягивается по часть на полтора-два месяца. Лилейник – растение весьма неприхотливое и может выращиваться практически на любых садовых почвах. Но если у вас на участке дерново-подзолистая почва, она требует, конечно, внесения удобрений перед посадкой. Не очень хороша для выращивания лилейников песчаная почва. А в целом это растение весьма неприхотливое. То есть любые садовые почвы, местоположение должно быть светлое, потому что, как правило, это растение родиной является Дальний Восток, где достаточно теплый климат. Поэтому в нашем климате это растение может расти и в тенистых участках. Но более яркое, более продолжительное цветение у лилейника будет на солнечном месте. Правда, это не относится к сортам, имеющие красные, пурпурные, бордовые цветки. Эти сорта требуют притенения в жаркие полуденные часы, потому что у них красный пигмент как бы плавится, и цветок становится не очень опрятным. Что касается полива, то лилейник лучше поливать редко, но обильно, в засушливую погоду. Если дожди довольно часто, вот как в этом году, то лилейник, в принципе, можно не поливать. Лилейник, как и, впрочем, многие растения, я предпочитаю поливать в утренние часы, до 10-12 часов. Вот это время самое благоприятное для полива. Обычно это растение больших проблем не создает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова